Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и театрального искусства. Я до сих пор разделяю эти два понятия, но думаю, что зря, так как настоящий любитель рок-музыки не может не любить театр. Ведь что такое хороший рок-концерт? Это отличное музыкально-театральное действие. И что такое хороший рок-музыкант? Это, конечно же, прекрасный актер. Если музыканты на сцене не играют какие-нибудь роли, то такой концерт неинтересен и скучен. Вот, к примеру, хэви-металлисты играют на сцене мужественных, кожано заклепанных, рычащих рокеров. Так это же, Люба, дорого глянуть. Или, допустим, Сергей Шнуров играет на сцене роль алкоголика в обвисшей советской майке, которому все похрену. Так вообще глаза от него не оторвать. Или Евгений Ряховский из Animal Jazz играет на сцене роль бандеровца и постоянно кричит «Слава Украине! Героям слава!» «Слава Украине! Героям слава!» Так это же сразу переводят их песни в разряд высокого искусства. И так далее. Поэтому, в зависимости от ситуации, буду позволять себе теперь иногда не разделять понятие любителей рок-музыки и любителей театра, так как это, в принципе, слова-синонимы. И буду говорить по-прежнему «Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки!» И сегодня я расскажу вам об одном потрясающем спектакле, который мне довелось посмотреть в театре «Ленком» в пятницу 25 сентября. Это спектакль «Королевские игры» в постановке Марка Захарова по мотивам пьесы американского драматурга Максвелла Андерсона и сценарию Григория Горина. Спектакль повествует о событиях 500-летней давности, происходивших в Англии в эпоху правления Генриха VIII. Это история страстной любви короля Англии к Анне Болейн и связанным с этим разводом Генриха VIII со своей первой женой Екатериной Арагонской и его женитьбой на своей новой страсти. А так как разрешение на развод не давал Папа Римский, паствой которого являлись англичане, то Генрих VIII под влиянием Томаса Кромвеля и той же Анны Болейн провели церковную реформацию, выйдя из-под протектората Римской католической церкви и создав собственную англиканскую протестантскую церковь, главой которой и стал король Англии. Это позволило Генриху VIII дать себе самому разрешение на развод с Екатериной и жениться на Анне Болейн, которая через некоторое время родила ему дочь Елизавету, вместо ожидаемого им сына. Впоследствии Генрих VIII казнит Анну Болейн, обвинив ее в надуманной измене, чтобы жениться на очередном своем увлечении Джейн Сеймур, но это уже другая история. Во время суда, на котором Анну хотят признать виновной по поручению самого же короля, Генрих VIII приходит к ней в тюремные казематы и предлагает жизнь и свободу взамен на согласие публично признать их брак недействительным. Анна категорически отказывается, заявляя, что лучше умрет, чем допустит, чтобы ее дочь объявили бастардессой, и она потеряет в дальнейшем право стать королевой. Поэтому итог спектаклю подводит заключительный эпизод, в котором на сцену выходит маленькая девочка и говорит, Елизавета будет первой. Такова фабула спектакля, полностью соответствующая реальным историческим событиям. Теперь вкратце поделюсь своими впечатлениями о спектакле. Я давно знал об этой постановке, которая идет в Ленкоме с 1995 года. И мне давно хотелось его посмотреть, причем по трем причинам. Первое. Мне всегда интересно наблюдать за людьми, пытаться понять их мысли, движущие мотивы, понять, как меняется сознание людей с течением времени и под влиянием изменившихся обстоятельств, как они принимают решения в критических ситуациях на грани жизни и смерти. А здесь как раз и представляется прекрасная возможность понаблюдать за подобным поведением людей в событиях 500-летней давности, да еще и в исполнении прекрасных актеров, умеющих влезать в души и шкуры героев любого времени. Вторая причина очень проста. Это мой интерес ко всем постановкам нашего великого режиссера Марка Анатольевича Захарова. И третья причина. Я знал, что в главных ролях изначально там играли два прекрасных актера, игра которых мне нравится и которые действительно умеют достоверно перевоплощаться на сцене в любых героев. Поэтому я знал, что они умело раскроют характеры и продемонстрируют поведение и эмоции даже давно живших людей. Это народный артист России Александр Лазарев в роли Генриха VIII и народный же артист России Виктор Раков в роли Томаса Кромвеля, за который он еще в 1996 году получил театральную премию «Чайка» в номинации лучший злодей. Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что когда великий Олег Табаков играл пьяного человека, в его крови обнаруживали повышенное содержание алкоголя. Поэтому я был уверен, что эти актеры умеют перевоплощаться на таком же уровне. Но попасть на спектакль мне как-то не удавалось. Я несколько раз приобретал билеты и каждый раз возникала какая-то существенная причина, препятствующая походу в театр. То срочная работа, то совещание, то командировка. И я каждый раз отдавал билеты или знакомым, или своим сотрудникам. На этот раз мне удалось все-таки добраться до театра. Правда, ни Лазарев, ни Раков в спектакле уже задействованы не были. В тот вечер играли другие актеры. В роли Генриха VIII Семен Шкаликов. В роли Анны Болейн Анна Большова. В роли Томаса Кромвеля Павел Капитонов. В роли Лорда Норфолка Иван Агапов. В роли матери Анны Болейн Любовь Матюшина. Это я перечислил главных действующих лиц. В целом в спектакле было задействовано более 20 актеров, не считая музыкантов. Что я должен сказать? Чувствуется стиль Марка Захарова Сплав лицедейства, хореографии, музыки и хорошей литературы, великолепная режиссура, оригинальные сценические решения, продуманные до мелочей мизансцены, костюмы, освещение, прекрасно подобранная музыка, диалоги и монологи, переходящие в песни, смесь трагизма и комизма, что придает происходящему на сцене достоверности. И поминутно рассчитанное действо, протекающее на одном дыхании, несмотря на антракт. Все подтверждает высокий профессионализм и талант режиссера, а также всех задействованных лиц. Хочу отметить отличную игру всех актеров, но выделю игру Анны Большовой в роли Анны Болейн. Тогда, быть может, вы поймете и мое несчастье, я тоже влюблена, увы, не в вас. Не в нас. Ой, как это неправильно. Недавно мы печалились о том, что королям не говорят всей правды. Это Перси. Да. Ой, как это неправильно. Мы с ним помолвлены. Мой Перси не способен быть, любезно, воргоносца мужа моя, доступную для вас жену. Ранее я был знаком с ней только по работам в кинофильмах и сериалах. Теперь знаю, что она прекрасная и театральная актриса, умеющая играть, выражаясь языком музыкантов, вживую. Павел Капитонов хорошо сыграл Томаса Кромвеля. Не могу сравнить его игру с игрой Виктора Ракова, признанного, как я уже говорил, лучшим злодеем за эту роль, так как мне, к сожалению, не довелось это увидеть. Но образ злодея Капитонов тоже создал неплохой. Хорошую долю юмора и иронии привнесли в спектакль Ивана Гапов в роли Лорда Норфолка и Любовь Матюшина в роли матери Анны Болейн. Я уже говорил, что только классный актер умеет играть смешно. Вот именно так они и играли. Но настоящим открытием и потрясением для меня был Семен Шкаликов в главной роли Генриха Восьмого. Улыбаться и сверить костюм, но доложу я, когда был Каван, огромный лепарь, голыкастый, но я ведь тоже не без книгов. И-я-ха! Впервые я увидел его в роли графа Рязанова в Юноне и Авось. И тогда уже отметил его игру. Но я тогда сказал самому себе, неплохо. Здесь же он меня просто поразил созданным образом властного, безжалостного, своенравного и сластолюбивого самодержца. И в то же время показавшего и его человеческие слабости. Поэтому образ получился достоверным, живым, а не карикатурно-схематичным. По моему мнению, на наших глазах начинает вырастать большой артист. У него пока нет никаких званий, но думаю, все это совсем не за горами. До этого я смотрел еще четыре линкомовских спектакля. «Женитьба», «Вабанг», «Шутбалакирев» и «Юнона и Авось». Но должен сказать, что «Королевские игры» – это лучшее из того, что я здесь видел. Хотя я еще не просмотрел весь репертуар. Буду постепенно продолжать и делиться с вами своими впечатлениями. И на минуту хочу вернуться к своему любимому занятию – изучению человеческой натуры, о чем я говорил в начале. Просмотрев события 500-летней давности в исполнении великолепных актеров, смело могу сказать, что мы с вами, дорогие друзья, как представители рода Homo sapiens, не сильно изменились за истекший период времени. Мы все такие же корыстные, подлые, жестокие, сластолюбивые и трусливые, но в то же время смелые, решительные, ироничные и оптимистичные. 500 лет, видать, не срок для наших возвышенно-низменных натур. И под конец хочу подвести итог всему сказанному своим стихотворением, навеянным, увиденным и услышанным. С супругой посмотрели мы в Ленкоме три постановки разных за сентябрь. Шутаба Лакирева, Игры и Юнону. Трудно из них что-либо выделять. Все три прекрасны и неповторимы. Каждая говорит о разных нам вещах. Но в то же время все они едины тем, что Захарова на них лежит печать. Именно это их объединяет. Стиль уникальный этого творца. Создал он галерею из мозаик, музыки, лицедейства и рассказов мудреца. Но все же Игры королей я выделяю. Из этих трех, что удалось мне посмотреть. И глубиной трагедии, и актуальным взглядом, хотя истории уже пять сотен лет. И отмечаю я достойную игру актеров, державших в напряжении весь зал. Агапова, Матюшину, Большову и Капитонова, что Кромвеля играл. Но чья игра – мое открытие сезона, кто удивил меня, кем был я восхищен, это актер, игравший Генриха Восьмого. Раньше мне неизвестный Шкаликов Семен. В начале я открыл его в Юноне, Рязанова играл он хорошо, но Генрих в исполнении актера – это уже большое мастерство. Не ошибусь, если скажу, что вижу я восхождение еще одной звезды, которая рождается под крышей Ленкома, если не собьется он с пути. Такое впечатление от спектакля я получил и был не одинок. Моя супруга, то же самое в антракте, сказала мне, а она – истинный знаток. На сегодня все. До свидания, друзья. До новых театральных встреч. Вала Щук СД пишет вам эссе. В жизни рок-н-ролл Вала Щук СД Вала Щук СД